Он обладал способностью смело и основательно браться за решения самых сложных, нередко очень запутанных вопросов, всесторонне взвешивая и просчитывая различные варианты стратегического развития предприятия. Под его руководством Роствертол и в трудные годы реформирования, перехода к рыночной экономике в условиях жесткой конкуренции на отечественном и мировом рынках вертолетостроения сохранил свои позиции. Сегодня расскажу о Михаиле Васильевиче Нагибине, не только прекрасном руководителе, но и мудром, отзывчивом человеке. Человеке, о котором я не слышала ни одного недоброго слова с кем бы ни говорила. Судьба Михаила Васильевича Нагибина была неразрывно связана с небом и авиацией. Он родился в довоенном Таганроге. Детство, как и у всех его ровесников, было трудным. И это неудивительно, ведь относился Нагибин к тому поколению, которое называли «дети войны». Спасением для семьи Нагибиных в военное время стала эвакуация. В октябре 41-го невецкие бронетранспортеры вошли в село Петрушино и через ворота 31-го авиационного завода выехали на улицы города. Для таганрожцев началось страшное время – 22 месяца оккупации. Когда Таганрог освободили от фашистов в 43-м году, Михаил Нагибин пошел в семилетнюю школу номер 24. Которую немцы превратили в конюшню. В связи с этим дети занимались в здании металлургического завода. В небе летали самолеты. Это были наши, советские самолеты, которые выпускали в Таганроге. Звук их моторов юному Михаилу очень нравился. Самолеты вереницами летели над городом, когда вместе со своими одноклассниками, юный Миша помогал восстанавливать разрушенные немцами школьные классы. После окончания школы семилетки Михаил Нагибин решил пойти в Таганрогский авиационный технику. Стоит отметить, что в то время это было весьма престижное учебное заведение, хотя его база была сильно подорвана недавней войной. Учились студенты в старых, плохо приспособленных корпусах, но это не помешало понять Михаилу Нагибину, что вся его жизнь будет связана с авиацией. После завершения обучения Михаил Васильевич получил распределение на один из старейших в России Таганрогский авиационный завод имени Георгия Димитрова. Он прошел весь рабочий путь, знал буквально каждую заклепку. Сначала работал сборщиком-клепальщиком, но молодого инициативного сотрудника быстро заметили и доверили должность помощника мастера. Позже он стал мастером. А когда с успехом поработал в этой должности, Нагибину доверили руководить цехом номер один. До главного технолога завода Михаил Васильевич дорос достаточно быстро. Но рост этот был всего лишь платой завода за его таланты специалиста и организатора. Именно поэтому его быстрый карьерный рост ни у кого не вызывал зависти. В должности главного технолога Михаил Васильевич Нагибин принимал самое активное участие в запуске в серию дальних противолодочных и тяжелых самолетов-разведчиков. За эту работу над Ту-142М и Ту-126 он получил высокие правительственные награды. Его четкую и слаженную работу высоко ценил директор Таганрогского завода и хотел, чтобы Михаил Васильевич возглавил завод после его ухода на пенсию. Однако высокое партийное руководство посчитало, что Нагибина нужно перевезти в соседний город Ростов-на-Дону на вертолетный завод. В мае 1976 года Нагибин был переведен на ростовский завод главным инженером. Как вспоминают его таганрогские сослуживцы, Михаил Васильевич, который с детства и юности прикипел к своему родному городу, все же хотел остаться работать здесь и дальше. Но по рассказам очевидцев, вмешалось областное и местное партийное руководство, которое решило отправить Нагибина работать в Ростов. Через четыре года, в январе 1980-го, Нагибин возглавил ростовский вертолетный завод и руководил им в течение 20 лет, до самой смерти. За время его руководства были выпущены первый советский специализированный боевой транспортный вертолет Ми-24 и Ми-26. Продолжился серийный выпуск Ми-6А, модификация вертолета Ми-6. Михаил Васильевич Нагибин был очень неординарной личностью. Его уважали как подчиненные, так и партийные чиновники. Его ценили за профессионализм и внимательное отношение как к делу, так и к людям. Он умел сделать замечание так, что люди не ожесточались, а работали еще лучше и слаженнее. Однажды несколько руководителей отделов дожидались прибытия первого секретаря райкома партии. Но он по каким-то причинам задерживался. Прошло уже два часа. Это было недопустимо в условиях, когда работа оборонного предприятия зачастую требовала вмешательства. Михаил Васильевич нервничал, но свое раздражение скрывал. А когда высокий гость наконец приехал, то в ходе заседания Нагибин не стал говорить об очередных задачах и перспективах развития производства, а заговорил о пунктуальности и уважении. Это выступление было таким необычным, что многие из очевидцев его помнят до сих пор и гордятся своим директором. До сих пор гордятся. Никто не может припомнить какой-либо несправедливости, допущенной Нагибиным. Он не кричал на людей, не хамил, но каждую ошибку в работе разбирал детально, жестко указывая на промахи. И люди старались работать так, чтобы не подводить своего директора. Естественно, как любой работник завода, я и знала, и слышала многое, но пообщаться с ним мне пришлось всего один раз. Как это произошло? Это было в 90-е годы, когда он с традиционным для себя объездом цехов и подразделений нашего предприятия заглянул к нам в цех. В этот момент я работала в цехе номер 28, который выпускал товары народного потребления. Сейчас это называется конверсия. И в тот период, когда заказов вертолетных было не так много, как хотелось бы, товарам народного потребления уделялось особое внимание. И Михаил Васильевич заехал к нам, и случилось так, что никого из руководителей цеха не было. Они куда-то отлучились на объект какой-то, ну что-то там у нас строилось. Сейчас я уже не могу припомнить. И получилось так, что приехал руководитель завода, а встретить его некому. Никого руководителя нет. Ну что делать? Пришлось идти мне и сопровождать его по цеху. Да, как на совещание я ходила, вот что я слышала, что знала, что смогла. Я ему, конечно же, рассказала о том, как живет цех. Ну а потом задала вопрос, потому что эта тема нас всех очень волновала, очень беспокоила. Исключительно социального, социально-бытового характера. Перспективы завода. Что нас ждет? Будет ли у нас работа? Поняв и почувствовав мою тревогу и мою озабоченность тем, что для меня это очень важно, Михаил Васильевич остановился и очень долго и подробно рассказывал мне, обычному работнику нашего предприятия. И о перспективах, и о том, что намечаются у нас заказы хорошие. И о том, что построен колбасный цех, две пекарни, сыроварня. Это то, что мы строим теплицу на 20 тысяч квадратных метров для того, чтобы работники завода снабжались овощной продукцией. И еще очень много-много всего планируется, запланировано. И после его разговора, казалось бы, вот пока еще ничего не произошло. Но на душе поменялось настроение, поменялось отношение к проблеме. И как-то на душе стало поспокойнее и повеселее смотришь завтрашний день. Что еще хотелось бы отметить о тех 90-х годах? На нашем предприятии никогда не было задержек по выплате заработной платы. То есть наше предприятие, благодаря Михаилу Васильевичу, сохранило финансовую стабильность. Михаил Васильевич редко надевал ордена. Их было немало. Орден Ленина, Трудового Красного Знамени, за заслуги перед Отечеством 4 степени, за заслуги перед Отечеством 3 степени, знак почета и медаль за доблестный труд. Это было свойство его характера – работать, а не любоваться. В перестройку, когда все растаскивалось буквально по кусочкам, Михаил Нагибин встал грудью на защиту своего предприятия. Столько было споров, разного рода собраний, не перечесть. Но вертолетный завод удалось сохранить. 1 июля 1992 года он стал открытым акционерным обществом. Это было тяжелое время для оборонно-промышленного комплекса. Вместе со своими сотрудниками он искал дополнительные источники финансирования. Благодаря умелому руководству Михаила Васильевича, компания сохранила объемы производства за счет увеличения выпуска гражданской продукции. Успешно осуществив реорганизацию, обеспечив социальную и производственную стабильность и самофинансирование, Роствертол стал флагманом авиастроения по стратегическому планированию. Михаил Васильевич Нагибин разработал и внедрил системы стратегического планирования и руководства, управления ресурсами и возможностями российских предприятий, финансового менеджмента и самофинансирования, преобразования и реорганизации предприятий в условиях кризиса и рыночного этапа приватизации. Все эти меры позволили сохранить бесценный кадровый и научно-технический потенциал предприятия. Большинство людей осталось работать на заводе, где зарплату всегда платили вовремя и индексировали ее. Вокруг завода сформировался свой особый благодатный мир, где люди могли жить, несмотря на экономические потрясения. При непосредственном участии Михаила Васильевича был создан торгово-выставочный центр Роствертол. Вернувшись из командировки во Францию, где в то время строились огромные торговые центры, Михаил Нагибин решил построить такой же в Ростове. Именно тогда и было решено отдать сравнительно небольшую часть территории завода под строительство торгово-выставочного комплекса. Да, именно Михаил Васильевич Нагибин первым в Ростове построил такую торговую площадку. Стоит отметить, что Михаил Васильевич Нагибин прекрасно выглядел. Он был всегда опрятен и со вкусом одет. Он всегда был очень ухожен, подтянут, прекрасно одет. То есть не в белой рубашке я его не видела никогда. И сияющие ботинки. То есть вот внешний вид у него был. И, конечно, невольно, глядя на него, хотелось как-то быть более подтянутым, более опрятным, потому что вот такой у нас замечательный руководитель. То есть он не только очень мудрый, умный, талантливый человек, руководитель, но еще и внешне очень соответствовал своей должности. Отдельно мне бы хотелось рассказать о школе номер 96. Ростовчане знают, что эта школа носит имя Михаила Васильевича Нагибина, но мало кто знает, почему и как это произошло. Мне удалось пообщаться с Людмилой Леонидовной Савельевой. Она лично была знакома с Нагибиным и в то время была директором школы. О знакомстве Людмилы Леонидовны и Михаила Васильевича, о том, как так получилось, что школе присвоили имя Михаила Васильевича Нагибина, смотрите далее. Я тогда работала директором 96-й школы. И время было очень тревожное. Часто взрывались дома. Террористы вовсю пугали народ. Люди дежурили, ходили, караулили свои подъезды. И так случилось, что однажды вечером, уже после рабочего дня, позвонили из районного отдела образования, что заминировали общежития «Рост Виртула». И мне было решено принимать людей, разместить, принять. Я все это сделала. Я быстренько позвонила учителям. Я уже одна была в школе, это было позднее время. Прибежали все учителя без лишних вопросов. И тут на пороге уже люди. Мы стали их принимать. Кто-то был с детьми, кто-то был с животными. Ну, все, что могли люди, похватали документы и прибежали в школу. Мы их размещали. Мы разместили людей с детьми в столовой, молодежь в спортивном зале. Ну, всех снабдили чем-то. Книжки принесли из читального зала, дали спортивный инвентарь. И прошло буквально несколько минут, и на пороге школы появилась делегация, несколько мужчин. Впереди шел, знаете, такой, ну, я, мое мнение, это был красивый, высокий, седовласый человек. Причем он шел так уверенно. И мне сразу было понятно, что это руководитель. Какого ранга я тогда еще не знала. Вот. Но единственное, что когда он подошел, мы познакомились. Он сказал, что это Михаил Васильевич Нагибин, генеральный директор Роствертола. Он попросил меня показать, как я встретила его людей, как я их разместила. Ну, он пошел в столовую, посмотрел, что мы чай накрыли, деткам бутерброды предложили. Ну, в общем, постарались так, чтобы кто-то с книжкой сидел, кто-то в волейбол играл. И ему понравилось. Он сказал, спасибо, что вы отнеслись так по-доброму, по-теплому к нашим людям. Для него это было очень важно. Он разговаривал со своими людьми. Он решал тут же на ходу всякие проблемы, какие у кого возникли. И попросил нас, чтобы мы бутерброды и чай накрыли для всех жителей вот этого дома. Но пообещав, что, конечно, на следующий день он на все это оплатит, он был такой уверенный, что поверить ему человеку просто нельзя было не поверить. Нельзя было не поверить. Ну, ему, конечно, это самое. Мы накрыли, сделали бутерброды, накормили людей. А он сказал, что сейчас еще всем людям принесут обязательно бутерброды, пакеты с едой. Всех накормят. Прошло какое-то время, посмотрев, он попросил меня показать ему школу. И мы с ним пошли по школе. Но я не просто так представился, что он еще и депутат законодательного собрания и имеет на это полное право. Мы пошли с ним. Я открывала кабинеты, ходили, смотрели. Чем дальше шли по школе, тем больше хмурился Нагибин. В заключении он сказал, что школа очень чистенькая, но бедненькая. Но я вам помогу. Мы возьмем шефство над вашей школой. И, в общем-то, попросил меня, чтобы к следующему дню я составила план развития школы. Мы долго беседовали, сидели в кабинете, пришли учителя. Он разговаривал, спрашивал, какие у них интересы, что бы они хотели узнать. Вот по-теплому, по-доброму, по-человечному. Понимаете, вот руководитель такого ранга, я слышала, как за моей спиной учителя говорили, сам Нагибин. Вот понимаете, вот для них это была такая фигура. Жаль, что я-то его тогда не знала. В общем, я приехала из сельской местности и не знала, кто такой Нагибин. Я его впервые увидела. Но он действительно меня поразил вот своей теплотой, своим добрым отношением. Он был долго в школе. Он был до последнего, пока его все люди, было, минирование было ложным. Людей начали отправлять домой. И он еще долго не уходил. В общем-то, мы разошлись далеко за полночь. А к утру он попросил, чтобы я составила план развития школы с помощью Роствертола. На следующее утро пришли представители Роствертола. И они пришли не просто. Это были заместители Михаила Васильевича. Это были начальники цехов, правком. Они принесли план, который за ночь составил Михаил Васильевич Нагибин сам. Он составил план развития школы так, как это видел он. И меня попросили подготовить 5-6 классов для ремонта. Замеряли мебель. Спрашивали, какое нужно оборудование. И буквально в течение 10-15 дней, да, я освободила классы, конечно, хоть и учебный процесс был, но начался ремонт. И в школе была какая-то эйфория. Вот понимаете, школа зажила новой жизнью. Улыбались все. Улыбались дети. Улыбались родители. Улыбались учителя. И даже те работники Роствертола, которые нам помогали. Они привезли оборудование. Они в каждом классе, во-первых, начался ремонт классов. В 5-6 классов они ремонтировали капитально. В остальных классах менялась проводка, менялось отопление. Привезли телевизоры, установили спутниковое телевидение, когда мы смогли смотреть программы школьные. Оборудование для учительской. Новые шкафы в классах появились, в учительской. Вот постоянно подъезжали машины, где-то менялись полы, где-то шли ремонты туалетных комнат. Вот много всего одновременно. И это был план Михаила Васильевича Нагибина, который был успешно реализован. Михаил Васильевич Нагибин с особой теплотой относился к детям. Он принимал самое активное участие в восстановлении школы номер 96. Но был один яркий случай, который особенно запомнился Людмиле Леонидовне, отражающий теплое и доброе отношение Михаила Васильевича к детям. Все я позволяю контролировать вам, но вот мебель школьную я буду смотреть лично. Он спустился на первый этаж, где находились первые классы. В коридорах стояли новенькие парты, новенькие стульчики. Михаил Васильевич ощупывал каждый стул и каждую парту. Затем он куда-то позвонил и буквально через 10 минут прибыл в школу исполнитель. Михаил Васильевич стал с ним разговаривать. Он не ругался, он не читал нотацию, он просто рассуждал сам вслух. И он говорил, вот скажите, пожалуйста, это мебель для кого? Для деток. А им удобно будет сидеть на стульчиках и за партами с острыми краями? Нет, неудобно. Я считаю, что необходимо все зачистить и зашкурить так, чтобы это все было гладенько, ровненько и покатно. То есть вот не острые углы. Дальше он остановил свой взгляд на том, сказал, опять задаю вопрос, на этих партах и стульях будут сидеть детки. Да, детки, сам себе ответил. А почему тогда здесь простые шурупы и гайки? Ведь дети их очень быстро выкрутят и рассыпется мебель. Поэтому я предлагаю немедленно заменить каждый шурупчик на шурупы вертолетные с колпачками. Чтобы дети не могли раскрутить, чтобы для детей это было неостро, чтобы дети... Вы знаете, это был такой урок исполнителям и мне тоже. Вот я видела, как человек относится. Во-первых, я увидела, что для него важно, для ребенка все. Я, которая педагог с большим стажем, я рада была просто мебели, понимаете? А он рад был. Он просто из качественной мебели сумел сделать супер качественную мебель. Я думаю, ни в одной школе не было такой мебели, как у нас. После смерти Михаила Васильевича Нагибина в нашей школе было присвоено его имя. Так решил Роствертол, потому что Михаила Васильевича пекал. И когда он умер, то в его компьютере была обнаружена программа дальнейшего развития нашей школы. Он мечтал о том, что это будет лучшая школа в городе. 22 мая 2000 года нам присвоили имя Михаила Васильевича Нагибина. Этот день стал праздником для школы. Он горестный, конечно, праздник. Это в память. Но мы сделали так, чтобы все помнили Михаила Васильевича радостно и счастливо. 22 мая всегда был неучебный день в школе. Мы всех детей, которые заслужили, отличники, хорошисты, активисты, победители Олимпиад, победители спортивных конкурсов, награждались обязательно какими-то подарками. Подарки привозили шефы с Роствертола. И они же и вручали. Но в этот день, особенный день этот был еще и потому, что в течение всего года, с 1 сентября по 22 мая, все первоклашки у нас готовились к присвоению имя юный нагибенец. И 22 мая дочь Михаила Васильевича Нагибина, представитель Роствертола, вручали голубые галстуки и принимали детей в юные нагибенцы. Лариса Михайловна Штанова установила премию, учредила премию Михаила Васильевича Нагибина. И вначале эта премия составляла 5 тысяч рублей, а спустя какое-то время 10 тысяч рублей. И вот многие наши детки получали такую премию. Ну, эта премия вручалась детям. Либо это были медалисты, либо это были те, кто прославил школу на уровне города, области или России. То есть самым-самым-самым. Вот то, что составляла гордость школы. Ну, всем она не могла вручить такую премию. Но вот таким детям, я думаю, что многие из них помнят о том, что такая премия существует до всего времени. Знаю, что каждый год ее вручают. Кстати, до выхода этой программы я пообщалась с дочерью Михаила Васильевича Нагибина, Ларисой Михайловной Штановой. Меня интересовал вопрос, а каким же был Михаил Васильевич дома, вдали от завода, вертолетов и работы? О том, с какой теплотой Лариса Михайловна рассказывала об отце, передать не смогу. Дома он был любящим и внимательным супругом и отцом. А самое грозное, что мог сказать любимой дочери, эта фраза не ожидал. Помнить о человеке, отдавая должное его добрым свершениям, это, наверное, в первую очередь означает быть верным его заветам и продолжать дело, которому Нагибин посвятил всю свою жизнь. И сейчас Михаила Васильевича помнят и ценят на Роствертоле. Ну а мы, ростовчане, также помним, как много было сделано Михаилом Васильевичем Нагибиным и руководимым им заводом для блага горожан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова